Сейчас на сцену выйдет следующий спикер. Он вместе со мной заканчивал КРС Академию в 2019 году. У нас вообще, честно сказать, во время конференции очень много суперкрутых, талантливых спикеров. И этот спикер не исключение. Он профессиональный бальный танцор, ну и дамбрист. Успел выступить на колеса Android Meta в 2020 году. Ну и, конечно, поработать во всех проектах. Сейчас разрабатывает Android-приложение в колесах EZ. Давайте встретим Аманжола, колеса групп. Меня зовут Аманжол, я Android-разработчик. И скоро уже будет три года, как я работаю в компании колеса групп. За это время я закрыл сотни задач. И сегодня хочу рассказать об одной из последних интересных. И, как это понятно из названия доклада, расскажу о том, как мы помогли пользователям заполнить 30 параметров при подаче объявления. Около года назад перед нами стала задача обновить подачу объявлений на колесах. Сразу хочу сказать, что доклад iOS-френдли, так что iOS-разработчики, не разбегайтесь. Реализация у вас будет похожа, и я думаю, вам тоже будет интересно. Окей, в старой подаче у нас было много Legacy-кода, которые было сложно поддерживать. Там был старый неудобный дизайн, в котором было всего три шага, и большая часть параметров находилась на первом экране, что было неудобно. Также у нас были такие бизнесовые задачи, как повысить конверсию, чтобы больше людей подавало объявления, и сократить среднее время подачи, чтобы люди меньше времени тратили на подачу. По последним двум пунктам показатели были и так хорошие, но мы, конечно же, стремимся к лучшему, и, спойлер, мы их значительно улучшили. Так вот, дизайнеры нарисовали нам новую красивую пошаговую подачу, в которой было 13 различных экранов, на которых было 30 параметров, и которые нужно было пошагово заполнить юзером. Если приглядеться поближе, то на каждом экране был индикатор прогресса, который показывает текущий шаг в подаче, был заголовок экрана, сам список параметров для заполнения, и кнопка «Далее» для перехода на следующий экран. Мы собрались с командой разработки и начали думать, как мы будем реализовывать этот функционал. И мы заметили, что такая система, когда нам нужно на каком-то экране отобразить какие-то параметры, и чтобы юзер их как-то заполнил, а потом таких экранов может быть несколько, и потом все эти параметры нужно собрать и куда-то отправить. В общем, такая система нередко встречается, как в наших приложениях, так и во многих других. Тут я взял первое попавшееся приложение у меня на телефоне, и тут любые формы подачи, фильтры, любые фичи в приложениях, где нужно сначала заполнить какие-то параметры, а потом их собрать и куда-то отправить, все они подчиняются примерно одной и той же логике. В итоге мы пришли к решению запилить такой универсальный функционал отображения любых параметров на любом количестве экранов с последующей отправкой их на сервер. И в этом докладе я расскажу в упрощенном варианте, как мы сделали такой функционал, и как он получился очень удобным и переиспользуемым. Обсудив, мы приступили к реализации фичи. Мы вынесли фичу в отдельный модуль, чтобы переиспользовать этот модуль во всех наших проектах, и начали продумывать архитектуру. В модуле мы все делим на три слоя, все по клину, presentation, domain и data slay. Начнем с presentation слоя. Тут мы отображаем наши экраны с параметрами. Навигацию между экранами решили делать по классической схеме. Все наши отдельные экраны — это фрагменты, которые находятся внутри одного activity и переключаются через fragment manager обычными реплейсами. Я сразу заведу такую структурку фичи и добавлю эти новые компоненты. Также мы в своих проектах придерживаемся MVVM, так что добавляем сюда в модельки. Чтобы отобразить параметры, нам нужно их откуда-то взять, поэтому при открытии каждого экрана мы отправляем запрос за параметрами на backend, чтобы потом их отобразить. Но перед этим нужно откуда-то получить список всех этих экранов для отображения. И при подаче объявления в колесах мы отправляем запрос на сервер, который в ответе возвращает список экранов для отображения. Вот в таком формате. Что тут есть? Экраны нужно как-то различать друг от друга, поэтому появляется поле name. Это имя экрана, которое является неким уникальным ID для экрана. Также есть поле label. Это текст для отображения на верхушке этого экрана по дизайну. Short label — это то же самое, только в коротком варианте. Потом у нас тут есть важное поле endpoint. Это URL, по которому мы ходим на backend, чтобы получить новые нужные нам параметры. И у некоторых экранов есть такое поле get parameters. Оно нужно, чтобы при запросе за параметрами на этом экране мы отправили в query параметрах запроса зависимые параметры. Тут это mark ID. Например, мы выбрали на первом экране нужную нам марку автомобиля, скажем, Toyota. И потом нам должен открыться экран выбора модели. И тут, чтобы отобразить модели, которые относятся только к Toyota, мы отправляем выбранную марку как query параметр в запросе. И запрос теперь возвращает нам нужные модели для Toyota. Окей, получили список экранов. Теперь открываем экран и делаем запрос за самими параметрами. В нашей структурке это выглядит примерно так. Добавляем новый use case get parameters use case, который обращается в репозиторий. Тут на самом деле через интерфейс, который находится в домене, а реализация репозитория уже в дата-слое. А еще тут есть интерфейсы презентеров для каждого use case, который реализует V-моделька. И результат из из-за кейса отдается в презентер. Но для простоты и схемки пока отпустим эти моменты. Репозиторий берет данные из нужного дата-сорса. В нашем случае это network data source, то есть сервер. В ответе от сервера приходит список параметров для отображения вот в таком вот формате. Тут у каждого параметра есть также поле name, это уникальный ID параметра. И есть поле type. Оно нужно нам, чтобы отобразить нужную вьюшку для этого параметра. В общей структуре проекта у нас есть модуль design со всеми нужными заранее созданными вьюшками для отображения. У них уже готовая верстка по нашей дизайн-системе, и они готовы для отображения. Эти вьюшки у нас переиспользуются во всех проектах. Окей, получили список параметров сервера. Замапили в удобной модельке, и тут вступает в работу в V-factory. V-factory — это класс, который создает вьюшки для наших параметров. Сразу добавим его в нашу структурку прямо в presentation слой. V-factory смотрит на тип параметра и создает нужную вьюшку. То есть если type checkbox, то через checkbox V-factory создается checkbox view и заполняется данными этого конкретного параметра. Например, подставляем нужный текст, и создается вьюшка от checkbox с нужным текстом. Соответственно, если тип input, то по той же схеме создается input view. Таких типов у нас много, и для каждого есть своя вьюшка. И еще как пример, вот так выглядит ответ от сервера для параметра год выпуска авто. Тут тип — это лист, и есть поле items со всеми айтемами, которые нужно отобразить в списке. Окей, создали вьюшки для всех параметров и отображаем внутри фрагмента. Мы тут просто добавляем все созданные вьюшки в linear layout внутри scroll view, и получается такой список параметров. Пробегаемся по всем параметрам, создаем вьюшки через V-factory и добавляем в linear layout. Мы для простоты использовали linear layout, но тут можно и recycle view использовать, если это вам нужно. Тут в самом низу есть кнопка «Далее». Мы заполнили нужные параметры на экране и хотим перейти дальше. Нажимаем на «Далее». Тут небольшая ремарка про старую подачу. У старой подачи были и свои плюсы. Например, не так много запросов на бэкэнд, как в новой. В новой подачи мы на каждом экране отправляем запросы за параметрами. То есть 13 экранов, 13 запросов. Мы такое не всегда себе можем позволить. Например, в нашем приложении Avtoilon, которое является узбекской версией колес, тут тоже есть подача объявления, построенная по тому же формату, но с доработками. Дело в том, что в Узбекистане все плохо с интернетом, и делать столько запросов в интернет – это непозволительная роскошь. Поэтому многое происходит без интернета. Подробнее про то, как обеспечивать приложение данными, если нет интернета, и как кэшировать запросы, уже рассказывал Ерден на своем докладе ранее. А мы идем дальше. Что происходит, когда мы нажимаем на кнопку «Далее»? Во-первых, происходит валидация параметров. Заполненные параметры нужно проверить на валидность. Например, есть параметр «Объем двигателя». И если ввести некорректное значение, то мы должны у нашего поля ввода отобразить ошибку, подкрасить красными и показать текст ошибки. Типа «Чувак, 20 литров не бывает, веди значение в пределах 9,9». Вот как выглядит JSON с этим параметром. Как видим, тут тип тоже «Импут», но добавляется новое поле «Валидаторс». Это список валидаторов, которые применяются к этому параметру. У валидатора есть «Нейм» — это уникальное имя, и «Валю» — это значение, с которым нужно сверяться. Также есть поле «Error Message» — это текст ошибки для отображения. У нас есть фабрика «Валидатор Фактори», которая по имени валидатора создает нужный валидатор, в каждом из которых уже зашита логика валидации. Например, если это «Max Value Validator», то он проверяет значение на максимум. Валидаторов у нас есть несколько разных видов. Есть на максимальное, на минимальное значение, есть на максимальную, минимальную длину текста и так далее. Например, если это «Max Value Validator» и значение объема двигателя больше 9,9, то валидацию не прошли. В структуре фичи вся валидация происходит в домен слоя, и тут добавляется «Use Case», который, собственно, валидирует параметры «Валидатор Фактори» и сами валидаторы. Уберемся в отдельную папочку «Validation». Вот таким образом проверяем все параметры внутри «Use Case». Если у них есть валидаторы, то создаем валидатор через «Factory», валидируем, и если все ок, продолжаем. Если нет, показываем ошибку. Окей. Что происходит после валидации? Мы реализовали еще одну клевую фичу, это восстановление состояния подачи объявления. Представьте ситуацию. Вы подаете объявление, заполняете параметры, и вам неожиданно позвонили. Вы поговорили, решили все вопросы, возвращаетесь в приложение, а Android убил Activity, и все данные потерялись. Для таких ситуаций мы реализовали такую фичу, как восстановление подачи. Даже если Android убьет Activity, то при повторном входе в приложение мы предлагаем пользователю восстановить подачу на том же моменте, на котором он остановился. Восстановятся все экраны и все выбранные ранее параметры. Это даже сработает, если специально в процессе подачи выгрузить приложение из памяти и зайти заново. Чтобы это работало, мы реализовали локальное сохранение выбранных параметров. После того, как мы нажали на кнопку «Далее» и провалюзировали все параметры, мы собираем все параметры и сохраняем их выбранные значения в локальной хранилище, используя Shared Preferences. Почему Shared Preferences? Нам не нужны были какие-то сложные связи между объектами, нам не нужно было хранить очень большое количество данных или использовать какие-то сложные квери-запросы. Потому что все, что мы делаем, это достаем все параметры или записываем какие-то новые. В этом случае нам отлично подошли Shared Preferences. В нашей структуре это еще одна сущность дата-слоя — Local Data Source. Окей, решили записывать выбранные параметры в Shared Preferences, по ключу у нас будет уникальный Name параметра, а в значении выбраны значения параметра. И при открытии подачи мы проверяем, лежит ли в нашем локальном хранилище что-нибудь. И если лежит, то предлагаем восстановить. Аналогом в iOS для Shared Preferences является User Defaults, но в iOS реализации мы использовали File Manager. Об этом мы ранее также рассказывали Yertian. И на последнем экране по нажатию на кнопку «Опубликовать» мы собираем все наши сохраненные параметры и отправляем на бэкэнд в таком же формате, в котором хранили в локальном хранилище. Это Name Value. После отправки параметров на сервер локальное хранилище мы очищаем, так как сохраненные параметры больше не нужны. Все. Резюмируем кратко то, как работает фича. Во-первых, получаем список параметров, делаем запрос за параметрами на каждом экране, отрисовываем параметры с помощью VFactory, валидируем параметры, сохраняем локально в Shared Preferences и отправляем на бэкэнд. А вот так очень упрощенно выглядит структура фичи по слоям. Такой подход позволяет многое контролировать с бэкэнда. Например, можно легко поменять какие-то экраны местами, можно сходу добавлять любые новые параметры, как-то их корректировать или удалять уже ненужные параметры. И это дает большую гибкость для бизнеса. Приложение не надо будет часто релизить. Еще, например, можно вынести какой-нибудь важный параметр на отдельный экран, как, например, экран выбора цены или экран ввода ВИН. Конечно же, не все прошло идеально, и для некоторых экранов мы заводили отдельные параметры, так как там было много специфичной логики. Например, на экране добавления фото было много логики с загрузкой фото на сервер, со сжатием фоток и так далее. Поэтому он был выделен в отдельный фрагмент со своей Vue-моделью. И это, кстати, единственный момент, где мы отправляем какие-то данные объявления на сервер до последнего экрана публикации. Для таких случаев у нас есть ScreenRouter, где мы создаем фрагменты, смотря на их уникальный ScreenName. Тут мы создаем какие-то специфичные экраны, если они нам нужны, как, например, экран фото. Или вот, например, отдельные экраны для отображения параметров со списками, в которых мы использовали RecyclerView. Для всего остального создаем RegularFragment с обычной логикой отображения параметров в LinearLayout, про которую я рассказывал ранее. Результаты. Чего мы этим добились? Мы хотели сократить среднее время подачи, и у нас получилось заметно сократить его. В старой версии подача занимает на 50% больше времени, и это очень крутой результат. Теперь пользователи подают в полтора раза быстрее, чем раньше. Пользователи стали совершать меньше ошибок, и на модерации стало на целых 30% меньше отклонений. Окей, дальше. К нам посыпалось большое количество положительных отзывов от пользователей, и новая подача всем понравилась. И мы легко переиспользовали этот формат в других фичах и проектах, и скорость разработки этих фич значительно повысилась. Скоро планируется раскатывать новые подачи не только на легковые авто, но и на остальные категории, например, на запчасти, где все еще старая подача. Например, только в одних колесах мы уже заюзали этот же формат редактирования авто в фильтрах для поиска авто и в публикации отзывов на новые авто. Это фича, которую мы совсем недавно зарелизили, и вы можете ее заценить. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И тут мои контакты в Телеграм. Если что, можете писать вопросы в...